что-то не так а так мы сейчас я лично понимаю что все так все так как должно быть не значит так хочет значит она так идет как идет слава богу спасибо всевышнему пусть это будет самой большой проблемой сегодняшнего дня и вообще в жизни пусть это будет самой большой проблемой что facebook плохо включался или там telegram вот так надо относиться к сложностям и тогда сложности есть но из-за этого отношения мы минимизируем вред от них и остаемся в нормальном состоянии вот это очень важно я думаю что это главное то что я лично для себя взял из этой книги что когда маленькие проблемы ты за них благодаришь ты все равно понимаешь это проблема это плохо это мне мешает но ты перестаешь против этого бороться ты говоришь все я принял сигнал от всевышнего спасибо тебе до проблема есть я буду сейчас думать что с этим делать вот такая реакция это самый лучший ряд вот он рассказывает нам сейчас что во всем этом вот во всем этом методологии до которую нам предлагают рабшим маруш методология в том чтобы благодарить за хорошее это понятно это в этом есть логика не ныть вообще не быть о том что у тебя не хватает в этом тоже есть логика благодарить за плохое и говорить всевышнему верю что это к лучшему вот тут логики нет тут нужна вера то есть тут нужна вера но он говорит именно в заслуга этой веры что всевышний все делает к лучшему она все поворачивается к лучшему и в этом именно его как бы главный лайфхак главная его вот эта вот идея системы по которой попадаешь сразу в рай на этом мире уже до сан благодарности это научиться в плохом видеть все равно любовь всевышнего и то что он хочет все повернуть к лучшему только тебе нужно это понять осознать принять и она повернется и вот как раз седьмая глава так понимаю он нам здесь рассказывает вот именно на этом он делает акцент и через примеры эта книга очень интересно построена на первый взгляд набор каких-то бессвязных историй микроглав таких но если так внимательно вдуматься то там есть очень такая внутренняя структура очень глубокая и вот он нам сейчас седьмая глава начинается история чудесах он говорит что есть несколько видов веры от имени раби нахвана и есть вера которая только в сердце есть вера которая в интеллекте а есть вера которая распространяется по всему телу дальше он глубоко уходит я не хочу глубоко уходить сейчас в примеры истории потому что ну или давайте уйдем чуть глубже да он говорит пример веры которая есть в теле является наш праотец авраам который весь состоял из веры во всевышнего то есть у него была только вера вот в этом как раз и фишка да как авраам соединился с богом бог ему говорит иди из своей земли из своего города в из дома отца твоего в землю которая покажу тебе чтобы уйти нужна вера нужна реальная вера что будет хорошо и он ему говорит будет у тебя когда он ему сказал что иди в землю которая дам тебе он говорит я благословлю тебя я умножу тебя у тебя будут дети я возвеличу твое имя я тебе дам браку я тебе дам благословение дам силу благословлять я в рам говорит своей жене саре говорит сара пойдем я верю что будет хорошо сара говорит слушаем мы здесь живем у нас здесь мы или то они были из самой такой вот элитной семьи магов древних магов да зачем нам куда-то идти он говорит я верю что творец мироздания он со мной установил контакт то есть это какая вера была и вот они приходят землю израиля авраам джи ей говорил сами что бог пообещал я тебя благословлю я умножу тебя я значит возвеличу твое имя дам тебе браку они приходят голод голод они спускаются в египет у него забирают сару к фараону вообще в заложники жуть жуть какая-то но что авраам он верил и так он проходил все испытания именно за счет веры и последнее испытание у него было это когда ему бог сказал убить сына своего который уже родился исхак и бог ему говорит а теперь убей его это вообще идет против всего что он слышал до этого от бога вообще против все его идеологии против все его жизни против всего что он выстраивал и тут ему ему бог который добро любовь который авраам ему служил он всем людям давал добро милосердия хэсет все и тут друг ему бог говорит убей сына что это и вот значит он говорит это пример он приводит авраама что он верил не только в сердце не только интеллектуально а он верил верил телом да и написано в торе и простер он послал руку свою и взял нож аврааму пришлось просто приказать руки взять нож помимо ее воли то есть рука не хотела двигаться и вот он здесь дальше он пишет о том что вот именно к такой вере надо стремиться и он говорит но в принципе вся жизнь человека построена на вере он говорит в ум случае все люди верующие просто все мало веры такие да но уверят что надо делать зарядку но кто делает зарядку тот кто у кого вера сильная что надо делать зарядку все верят что надо там вести учиться вести здоровый образ жизни там и так далее в это верят все но большинство людей мало вера у них вера такая слабенькая а у кого вера сильная то вера как раз и двигая человека в любом направлении то есть я верю что надо встать и идти на работу я верю что если буду ходить на работу я заработаю деньги я верю что если я сделаю так то будет так это все вопрос веры потому что по факту в жизни я помню с одним разговаривал и такой человек умный человек так и все уверен в советском союзе была стабильность он говорит была в ссср стабильность я говорю прям стабил да была стабильность можно было предсказать что будет я говорю секундочку но в итоге то средства трiness раз пался вот такой ну да распался я говорю так что же то была за стабильность dieser закончилось тем что она исчезла он варит но принципе изчезла я буду вот но ты до сих пор вере что было стабильность даже после того как это стабильность она исчезло то есть получилось что люди которые верили в стабильность как мои родители как вои бабушка которая всю жизнь работала чтобы накопить себе на пенсию а потом оказалось что все деньги которые она всю жизнь зарабатывала превратились ничто, да, то есть все те люди, которые верили в эту стабильность они оказались обмануты как они оказались обмануты они не оказались обмануты, просто мир этот, он построен на вере и оно все вот так вот как сказал царь Соломон, он говорит, люди все эвэли вэлим, все суета-сует, то есть ну примите реальность, не зная человек что будет с ним, и то, что у него за спиной, кто скажет ему, да, то есть человек не знает вот нам Дамир Партнер желает миллион, да чтобы было у нас у каждого по миллиону и чтобы мы давали чтобы было все хорошо, мы верим что миллион принесет счастье но кому-то миллион принесет например в Каэле, я тебе писал в этом была в Калифорнии банда выходцев из бывшего Советского Союза которые вылавливали те, кто приехали богатые из бывшего Советского Союза, приехали в Америку это было где-то в 90-е 2000-е годы, и люди приезжали уже туда с деньгами они их вылавливали, крали требовали выкуп, всего они собрали где-то выкупов больше 5 миллионов долларов, и убивали они успели убить 26 человек пока их поймали и эту банду убили, то есть они убивали людей, не те, которые просто по улице шли, там книжку читали, они воровали тех, у кого были деньги, поэтому мы верим, что миллион принесет нам счастье, да, ну как бы принято так верить но не факт, вот этим людям их деньги принесли, например, не несчастье, а смерть понятно, да? о, говорит Дамир Партнер важную вещь он говорит, если давать сдаку, то тогда бог поможет, партнер поможет то есть ты с богом, да, в этом случае в этом случае, конечно Дамир Партнер очень правильную вещь сказал что если мы начинаем действовать вообще, в принципе, по божественным всем законам то естественно, что и деньги идут впрок, и все идет впрок да, в этом случае, да но это все равно не отменяет того принципа, что мы верим в это что мы живем по вере и то, что он здесь нам говорит, что вера двигает человека и в любой заповеди заповедь соединяет тебя выполнение заповеди соединяет тебя тебя со Всевышним именно по по той вере, которую ты в это вкладываешь он говорит, вот любая заповедь, да даже в заповедях исполняемых человеком само их осуществление обусловлено верой человека в заповеданное то есть любая заповедь она она включается ровно в той силе, в которую ты веришь в нее теперь дальше он пишет такую вещь что таков порядок вещей всегда вначале человек не понимает умом а лишь верит а когда он уже долгое время крепок верит то может понять это и разумом и значит и он все время повторял своим ученикам Раби Нахман из веры в разум и снова вера и снова разум и так без конца и чем крепче человек в вере тем больше он способен понять своим разумом я как раз видел вот буквально недавно значит есть такой метод в терапии что вести себя как если бы ты таким уже был то есть есть и сегодня мы прочтем здесь в этой книжке очень интересно как совпадает что если человек он выглядит как благодарный то тогда благодарность приходит то есть если ты веришь в что-то что я верю что я вот такой я верю что бог меня слышит я верю и ты живешь себя как если бы это уже было то тогда оно приходит и вот он здесь то же самое говорит что вера она она сильнее чем разум и потом когда ты веришь потом приходит уже каталогическое объяснение дальше он говорит нам про испытания рассказывает он про одну историю значит рассказывает он про одну из две истории про одного человека ну он говорит понятно вы уже поняли что самое большое испытание это поблагодарить Всевышнего и верить что все к лучшему когда оно выглядит что все вообще не к лучшему он говорит это самое большое испытание для веры что поверить в этот момент что все к лучшему и он значит рассказывает историю как был один человек один еврея рассказал мне две истории причем обе прекрасно иллюстрируют нашу тему значит первая история о том как он стал верующим как он стал соблюдать значит он пишет это был тяжелый период в ее жизни множество трудностей огромные долги разваливающейся семья было даже постановление суда о его удалении из дома то есть в Израиле если там развод все вот эти эмоциональные скандалят жена идет в полицию подает значит жалобу на мужа и его отдаляют ему запрещено приближаться к дому могут его посадить в тюрьму то есть тут очень суд на ну как бы на стороне женщин хотя при том что суд на стороне женщин то очень часто что женщин убивают здесь ну не здесь вообще везде женщин убивают женщины мужей убивают то есть люди бывают прям в семье доходят до пика какой-то такой агрессии ненависти почему-то хотя они когда женились любили друг друга дети есть просто это очень болевая точка когда люди женятся потом тот кому ты доверял верил и вдруг это такое разочарование и как раз вот такие начинаются качели от любви до ненависти один шаг и вот этот человек он был в такой сложной ситуации долги постановление суда удаление из дома разваливающаяся семья и вот он едет на машине и она сломалась еще у него ломается машина знаете бывает такое когда черная полоса это просто вообще человек в нее впадает и он все глубже глубже погружается есть такой анекдот когда два друга встретились один другому говорит что-то ты ужасно выглядишь он говорит ты не понимаешь у меня такая черная полоса что я просто я в отчаянии я вообще в тупике все и он ну и он вместо того он же книжку это не читал и он жалуется и он нагнетает и он ухудшает и просвета нет и все друг его послушал говорит да капец конечно черная полоса значит все встречаются они через какое-то время тот вообще просто уже там ну бомж разрушен и все тот его спрашивает говорит слушай говорит как у тебя дела он говорит ты знаешь помнишь я тебе рассказывал что у меня черная полоса тут говорит да он говорит так это была белая полоса относительно того что сейчас то есть он действовал прямо противоположным способом от этой книги потому что в этой книге нужно когда у тебя черная полоса сказать спасибо Всевышнему и радоваться и тогда Всевышний тебе говорит ну слушай если ты даже в этом видишь добро на тебе настоящее добро а если ты видишь в этом зло так он тебе покажет бывает зло похуже И вот тут он еще сломалась у него машина Прямо напротив могилы Дана Сына праотца нашего Якова Где находится наша Ишива Есть могила Дана Это вот по дороге в Бетшемеш Это 12 сыновежек Когда выходили из Египта Вынесли их с собой И захоронили в земле Израиля И он значит сломалась машина Он зашел туда И ребята дали ему книгу почитать Сад мира Есть у него книга называется Сад веры Это первая его книга Верить, что все от Всевышнего Вторая его книга, которую мы изучаем Называется Сад благодарности Что самое главное во взаимоотношении со Всевышним Это благодарность И третья называется его книга Сад мира Это про взаимоотношения в семье Потому что в семье как раз и проявляется больше всего И вера, и благодарность Это как бы такое место испытания Место, где как раз и нужно проявить веру и благодарность И вот значит у него сломалась машина Ему дали эту книжку почитать Дали ему книжку эту почитать И сидит он там, читает эту книжку Начал он ее читать И вскоре у него в доме установился мир Он преисполнился счастье Стал уделять час в день уединенной молитве И все оказалось к лучшему И это так он приблизился к вере Стал веселым, счастливым Наладил отношения с женой Как-то у него с деньгами пошло и так далее Теперь значит стал он верующим И вот вторая история После этого отец этого еврея Должен был проводить у него пасхальную трапезу Он стал религиозным Вся семья нерелигиозная И перед Песоком Песок это главный день К нему готовится очень сильно Месяц к нему готовится Очень вот это маца Там пасхальная ночь Очищают дом, чтобы не было хамца Очень это такая важная ритуальная ночь Всю ночь сидят за столом Там очень важный день Самый, можно сказать, важный день Но Йом-Кипур есть и Песок И тут значит За день до этого Его отец получает инсульт Представляете? Инсульт это, ну все знают Страшная вещь И его отца отвезли в больницу Сын и вся его Вся семья были потрясены Не знали, что делать в пасхальную ночь Если один из супругов будет с отцом То кто будет с детьми Если он поедет к отцу Если он не поедет к отцу Как он будет себя чувствовать? И в конце концов было решено Что вся семья проведет пасхальную ночь в больнице И будь что будет Решили они все вместе Поехать к отцу Значит, с детьми Заповедь почитания отца А что с Песоком? Они узнали И узнали, что в больнице работает благотворительная организация Которая проводит пасхальную трапезу Для больных и для их семей Они обрадовались Приехали и не сделали никаких приготовлений к празднику Приезжают они туда И когда они пришли туда Вечером на место праздничной трапезы У них потемнело в глазах Там яблоку негде было упасть Места для них не нашлось Нету места Понятно, что в это время Очень тяжело принять это с благодарностью И сказать спасибо Всевышнему Слава Богу Спасибо тебе, что ты такое делаешь Но и злое начало Внутри поднимается сопротивление Наоборот, что за жизнь у меня Что за Всевышний Как так? Почему мне не везет? Кто виноват? И так далее Жена печальна Дети нервничают Дети печальны Все Это внутри этот голос поднимается Но он уже много раз слышал Вот эту вот лекцию На тему прекрати ныть И решил воплотить изученное в жизнь Вместо нытья Он принялся благодарить Спасибо тебе, Господи Что нам негде провести Пасхальную трапезу Хотя это ну вообще Спасибо тебе, Бог Ты знаешь, что ты делаешь Несомненно, все к лучшему Так он благодарил Всевышнего Снова и снова И внезапно В этот момент У тебя открывается Какое-то другое видение То есть у тебя мозг Перестает работать стандартно По стандартной схеме Как тоннельное мышление Видит только проблему Страх, стресс Все Как только человек впадает В негатив У него включается Тоннельное мышление Он ничего не замечает Но в этот момент Спасибо Всевышнему То есть это нестандартно Это вообще нестандартно В ситуации негативной Благодарить и радоваться Но когда ты Выходишь из этой ямы Да, внутренней То Вдруг ему пришла мысль И он сказал Жене и детям На самом деле Что такого случилось Всевышний послал нас сюда Чтобы мы Выполняли заповедь Мы же из-за заповеди Сюда приехали Так давайте Думать не о себе А о других людях Больные Которые лежат в палатах Не могут прийти Здесь люди больные Давайте помогать И мы принесем Больным Радость Немного радости Будем помогать В этом и будет наш праздник Не для себя А для других Помочь больным И жена и дети Приняли его слова С радостью Начали помогать другим Они забыли о своей беде И сосредоточились На помощи И милости Спустя некоторое время Для них освободилось место И они сами Провели праздник В радости И удовольствии По словам этого человека Невозможно описать Какая радость была У него Жены и детей Каким светом Был пронизан Весь праздник То есть они Когда ты выполняешь заповедь И то Всевышний Тебя открывает Совершенно было по другому У них прошел этот праздник И что самое интересное Знаете что самое интересное Значит Они веселые Радостные Счастливые Молятся Всевышнему Что они видят Как Всевышний делает чудеса И Он просил До этого много раз Отца прочитать книгу Садмиром Вот эту книгу Но тот все время был занят Он был ученый Его отец Он писал книги Ему не хватало Время читать Посторонние книги Но теперь в больнице У него возникла Такая возможность И он Прочитал эту книгу Садмира Именно о семейных отношениях Вот в стиле Благодарности Любви Веры И значит Мать этого человека Сказала ему После этого Что происходит Либо твоего отца Подменили Либо я его Вовсе И не знала То есть он Полностью отец Изменился в отношениях С женой Спустя несколько дней Отец Ко всеобщему Удивлению Совершенно выздоровел Новая реальность Другая реальность И в этой другой реальности Ты открыт К чудесам Всевышнего И они происходят Вот такая вот Интересная история И последняя Коротко Здесь у нас сегодня 71 урок В этой книге Здесь практическое Приложение Он говорит так Называется 71 урок Миррор Миррор Зеркало Зеркало Do I look Grateful Now Выгляжу ли я Благодарным Сейчас Он говорит нам Такой совет Когда ты Испытываешь Сильную кому-то Благодарность Посмотри на себя В зеркало Запомни Как ты выглядишь То есть твоя Как идет Идет мысль Потом идет Эмоция Потом идет Выражение Этой эмоции Но работает Связь в обратную Сторону Когда ты Физически Выражаешь Какую-то эмоцию То она приходит Так работает Система Станиславского Когда ты Вживаешься Физически В какую-то эмоцию Она приходит Теперь это Абсолютно Научно доказанная История Здесь он Приводит Исследование Что это так И он нам Дает совет Что когда ты Чувствуешь Благодарность Посмотри на себя В зеркало И запомни Как ты выглядишь Когда ты Запомнишь Как ты выглядишь Когда ты Видишь Каждый раз Себя в зеркале То ты Смотри на себя Смотри на себя В зеркало И сделай это лицо Как будто ты довольный Не довольный А благодарный И придет Дамир Партнер Я бы вот эту книгу Посоветовал Только после того Как человек проходит Сад веры И сад благодарности Сад мира Если он просто Его изучает Это такой Экстремизм Это профессионализм Это видеть во всем Только Всевышнего И за все Благодарить Это уже такой Очень высокий уровень High level То есть Начинать нужно Вот сад благодарности Потом сад веры Потом Потом только сад мира Но он действительно Если так жить То это будет рай Вообще В семейных отношениях В жизни во всем Все Спасибо вам огромное Что вы приходите на уроки Спасибо вам огромное Что вы поддерживаете Воикру В наших проектах Спасибо огромное Что вы друзья Воикра Партнеры Воикра Или спонсоры Воикра Спасибо вам Что вы внедряете Благодарность И счастье В своей жизни И тем самым Мы прям наполняем мир Божественным светом И Всевышний В заслугу этого Сделает Чтобы был мир В душе Мир в семье И мир во всем мире То есть Мы создаем мир Верим в это И чем мы сильнее Будем в это верить Если прям сильно В это верить То конечно же По вере Вам воздастся Это как бы Все знают Что Как говорил пророк Хавакук Праведник Верой своей Будет жить Садик Бээмунато Ихья Говорил Хавакук Такой был пророк Поэтому Не только Цадик Все мы верим Но Цадик верит То что надо жить По божественным заповедям Все друзья Напишите пожалуйста Свои выводы Зафиксируйте У нас уже Три-четыре Тридцать минут Уроки Чуть-чуть Они длинные Но просто Очень хорошо идет Прям поток Такой Очень поток Очень хороший Но зафиксируйте Для себя Что практически Вы для себя Поняли Какие-то свои инсайты Что вы собираетесь Применить Что вы собираетесь Сделать по-другому И Напишите пожалуйста Свои инсайты Поделитесь уроком Подпишитесь На все наши Соц сети Приглашайте людей Слушать эти уроки И Тогда Весь мир Наполнится Божественным светом Все Хорошего дня Хорошей недели До встречи Завтра С Божьей помощью Мы верим Что мы завтра Встретимся Субтитры 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 Субтитры